Все службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщил на очередной планерке глава курорта Анатолий Пахомов. В городе объявлено штормовое предупреждение. В течение двух суток в Сочи, в том числе и в прибрежной части, ожидается мокрый снег. Местами возможно его налипание на провода и деревья. Из-за сильного ветра ночью уже пострадал поселок Салахаул. Там жители остались без света, а в Лао без воды. Вопрос был решен к вечеру. Мы объявили режим повышенной готовности. Считаем, что главы района во главе с Александром Викторовичем предпримут все меры к тому, что любое событие, которое произойдет, тем более оно ожидаемое заблаговременно, оно будет выполнено. На время введенного режима повышенной готовности, подчеркнул Пахомов, необходимо организовать дежурство, в том числе ночное, глав и их заместителей в районах, чтобы оперативно реагировать на изменения погоды и вовремя при необходимости расчищать снег с привлечением спецтехники. Люди в преддверии праздника не должны попадать в заторы на дорогах или еще хуже не иметь возможности выехать из горных районов, акцентирует мэр. Нужно быть готовым. Если у вас сегодня есть проблемы с дорожной техникой по уборке снега, и у нас может так случиться, что некому будет убирать, скажем, лазаревку или некому будет головинку почистить, поэтому я делаю акцент. То же самое хочу сказать о Бадерском районе. Позаботиться необходимо и о противопожарной безопасности. В этом году в Сочи произошло порядка 200 возгораний. В огне погибли 23 человека. В преддверии Нового года межведомственные группы проверили проводку в домах сочинских многодетных и малообеспеченных семей, семей с трудными подростками, в квартирах инвалидов и одиноко проживающих. В списке порядка 6 тысяч семей и более двух тысяч инвалидов. эффективной. Грядет очередное сокращение сотрудников мэрии. На своих рабочих местах останутся только те чиновники, которые ставят интересы города выше личных и работают только на результат.